какие существуют варианты для того чтобы мы могли получить высокие концентрации витамина d в науке описано два способа первый способ это когда мы гуляем солнечную погоду и получаем ультрафиолетовые лучи или ходим в солярий и второй это диетический способ когда мы потребляем продукты богатые витамином d или непосредственно принимаем сами добавки меня зовут антонов алексей вы находится на канале веселая наука сегодня у нас интересная тема сколько нужно загорать чтобы получить высокую дозу витамина d итак начнем витамин d это плюрипатентный гормон благотворное воздействие которого связывают с множеством функций нашего организма двумя основными путями получения витамина d является производство в коже вызванные ультрафиолетовым облучением или пероральное потребление витамина то есть вместе с пищей ультрафиолетовый свет является основным индуктором витамина d путем превращения такого вещества как 7 дегидрохолестеринов превитамин который свою очередь превращается витамин d3 или холикальциферол международное агентство по изучению рака относит весь ультрафиолетовый спектр включая ультрафиолетовые излучатели для загара к наиболее важной категории канцерогенов для человека действительно несколько мета анализов последовательно показали что любое использование солярия увеличивает риск меланомы на 15-25 процентов кроме того куст и коллеги обнаружили что молодых пациентов с меланомой в возрасте от 18 до 29 лет 76 процентов случаев меланома возникла в результате использования солярия накопившиеся данные которые свидетельствуют о том что дефицит витамина d связан с началом множества хронических заболеваний таких как сердечно-сосудистые заболевания диабет второго типа заболевания иммунной системы нервно-психические расстройства и даже дефицит витамина d может вызывать некоторые виды рака тоже интересная работа которая показывает что дефицит витамина d связан с возрастом чем мы старше тем наши клетки меньше синтезируют витамин d также все взрослые дети могут подвергаться риску дефицита витамина d особенно если они живут высокоширотных регионах или в условиях ограниченного солнечного света с другой стороны ряд исследований с участием пожилых людей продемонстрировал что воздействие ультрафиолетового излучения является эффективной стратегии повышения концентрации витамина d3 это может указывать на то что избегание солнца они снижение синтеза как таковой является важным фактором риска дефицита витамина d3 у пожилых людей мы видим что для синтеза витамина d3 ходить солярий опасно так как такие процедуры вызывают меланому а вот сколько находиться на солнце и когда для синтеза витамина d3 давайте разберем следующую работу в 2020 году выходит интересная работа целью которой было оценить влияние солнечных лучей на синтез витамина d3 концентрацию витаминов сыворотки измеряли на исходном уровне через 24 48 или 72 часа после воздействия солнца которая включала 15 минут воздействия на переднюю и заднюю стороны тела всего 30 минут предыдущие расчеты исследований проведенных фитобиологической лаборатории показывают что высокие дозы витамина d3 могут быть синтезированы из-за облучения ультрафиолетовых лучей у людей носящих бикини в пиковое июльское солнце 1 30 минутного пребывания на солнце в конце весны ближе к солнечному полудню было достаточно чтобы наблюдать увеличение концентрации витамина d3 в течение 24-48 часов группе молодых и пожилых людей как это ранее наблюдалось фитобиологической лаборатории с отмеренной дозой ультрафиолетовых лучей ну что 30 минут нахождения на солнце достаточно для синтеза витамина d3 но в нашем регионе скоро небо будет ползти по земле и поэтому никаких вам солнечных лучей до февраля и что же дело спросите вы ну первое это либо потреблять добавку витамина d3 либо увеличите в рационе продукты которые богаты витамином d такие как молочные продукты морепродукты и яйца или купить билет и уехать в теплую страну и там синтезировать витамин d3 если вам фильм понравился не забывайте ставить лайк подписывайтесь на канал веселая наука всем пока и до новых встреч